Это типичный новичок в Warface, и сейчас произойдет неизбежное. Если ты хочешь другой судьбы, то воспользуйся ссылкой в описании. По ней как новых игроков, так и ветеранов ждут отличные подарки. Уникальные внешности и оружие на каждый класс. Яркие достижения, красивый брелок и камуфляж на пистолет Сигзауэр. А при первом пополнении счета плюс 100% кредитов придет. Врывайся, братишка. Warface тебя ждет. Что это за нарезка времен Мамонтов? Ну почему сразу Мамонтов? Просто много моментов было. Не пропадать же добру, правильно? Приветствую вас, дорогие джентльмены и другие подруги. Ну вы знаете, Рокутайген, Капитан Очевидность, Warface, что ж еще могло быть. И самое главное, сегодня будем обсуждать обновление. Да, я не стал это делать в первые дни. Хотел посмотреть, как ситуация будет развиваться. Админы там, видать, большие ставки делали. И невероятно. Сука, походу у них получилось. Я в шоке. У нас же как в Warface бывает? Значится, зимой онлайн какой-то есть определенный, весной, летом он проседает. И вот до значения зимы он уже не доберется никогда. Да, то есть за лето несколько тысяч игроков отсеивается, и осенью они не возвращаются. Возвращается большая часть, но не все. То есть, например, если в прошлом году онлайн у нас зимой был 30-32 тысячи, то вот сейчас, по идее, да, сентябрь снова онлайн начинает нарастать. Он должен дорасти там тысяч до 29-28 максимум. И эта схема работала всегда. С 2017 года онлайн Warface каждую осень прямо падал, падал и падал. Было видно, что вот было зимой, потом лето-весна, и вот уже осенью онлайн-то поменьше стал, если сравнивать с зимой. Однако на этот раз впервые, наверное, в истории Warface все получилось совершенно иначе. И именно благодаря этому обновлению. Да, пожалуй, это даже не лучшее обновление 2024 года, а лучшее обновление за всю историю Warface. Ну, с точки зрения эффективности для популярности игры. Онлайн практически подобрался к 40 тысячам. Ребята, до такого онлайна у нас уже пару лет не было. Да, конечно, не без негатива. Об этом мы поговорим, его хватает очень много веселых моментов. Но сам факт того, что они сделали невозможное, казалось бы... Блин, он, сука, вселяет надежду. Думаешь, вернувшиеся олды в итоге останутся в нашей любимой помоечке? Нет, конечно, сука. Пару дней поиграют там и все, разбегутся. Нам экономим надо. Warface помогает. Нет. Нет, на самом деле, никто этого, друзья, не знает. Хрен его знает вернувшимся игрокам и, может, новичкам каким-то, кто подтянулся. Понравится, не понравится. Снова их Warface зацепит или не зацепит. Конечно, ностальгия. Маг седьмой там. Для кого-то, может, и Мурка. Кракен. Вот эта вся классика, сука. АК-12. Ханибеджер. Говноед. Все это действительно выглядит очень интересно. Но насколько зацепит это старых игроков? Насколько долго они будут, скажем так, ностальгировать в Warface, не знает никто. Однако я все-таки придерживаюсь мнения, что некоторое количество, ну, не 100%, и даже, может, не 50%, а тех, кто вернулся, в Warface останется достаточно на продолжительное время. Мне так кажется, во всяком случае. Тут еще надо заметить, что рекламная кампания данного обновления не вошла в стадию наиболее активную. То есть, все это будет еще мусолиться, об этом будут говорить, и это само по себе очень интересно. Каких же вершин разработчики смогут достичь? Тут надо понимать, что очень важно не только привлечь людей, но и удержать их. А для этого надо как можно скорее пофиксить имеющиеся технические, прямо серьезные проблемы, которые появились при обновлении. И дальше двигаться в сторону облегчения, наверное, какого-то оказуаливания, именно в плане, там, деталей. Ну, вы понимаете, мы сто раз это обсуждали, но вот в этом плане надо игру делать какую-то более гостеприимную для игрока. Чтобы порог входа был очень невысоким. Это мое личное мнение. А каким, по твоему мнению, вышел ап старых пушек? Позитивно или нет? Знаешь, Кэпчик, мне реально понравилось. Мне понравилось, друзья. Впервые в жизни могу сказать, мне нравится Ханни Бэджер. Ну, вы знаете мое отношение к этой пушке. Ханни Бэджер говноед, я его всегда называл. Я никогда эту пушку не любил. А когда она появилась, ну, как бы вроде и ничего, но ни рыбы, ни мяса, просто пиписька Дадди Тараса. Короче, ни о чем. Вот просто такая типа пойдет. И все, не более того. Ну, вы знаете, сейчас Ханни Бэджер мне нравится. Это мега нагиб, ребята. Там на днях будет, видимо, же завтра-послезавтра. Там уже мы с ним качественно сука понагибаем. Душевнейшая пушка получилась после апа. Просто даже без модов она сука гнет. Многим так и не снилось. Двенадцатый калашик расцвел. Серьезно, намного приятнее, нежели он был тогда. Вот когда-то типа он был метой штурмовика. Ну, понятно. Тогда в целом штурмовик был Сосо Павляшвили. Беретка как выпала из меты, так как бы штурмовик у нас... Да, ни о чем просто стал. Штурмовик как бы вот долгое время был вообще никудочным классом. Инженер божил. И, собственно говоря, АК-12 он был классным побегать мясорубке, паблике. Помнится, даже на турнирах никто этот калаш не брал. Единственный, кто взял, осмелился такой прям, ух, на яйцах. Это Телдж был. В итоге, кстати, он очень плохо отыграл тот турнир. Что жалко. Димка-то он парень очень-очень талантливый. Ну, вот, как бы калаш-штурмовик Сосо Павляшвили. А теперь реально калашик расцвел, сука. За первое место за мету борется. Нагибает, блин. Просто, блин, загляденье. Какие, сука, мозголомчики летят. Не знаю. Ребят, я искренне счастлив, что так получилось. Там еще, конечно, Кракен вернулся. АК-Альф, ну хотя он и Крис, ну там тоже спорно. В общем, на самом деле, в целом, ну, сам факт реально приятен. Люди вернулись, стали со своими старыми, добрыми, любимыми пушками играть. Классно. Ну, вот, надо сказать, что могли бы немножко, ну, пожирнее апы некоторым пушкам накинуть. К тому же МАК-7. Он классный, но как бы хотелось большего. К тому же АК-Альфа. Крису особенно. Крис, это легендарная пушка. Вот Крис надо было апать прям вообще хорошо. Вот даже скорее надо было Крис апать до уровня Хани Бэджера, а не этот самый Хани Бэджер. Потому что, ну, как бы, Крис это ностальгия. Тут немножко разрабы, сука, как-то сами себя перехитрили, не догадались, не доделали. Немножко иначе надо было реализовать это. Ну, кстати, Кракен очень хорош. Прямо, ну, тоже, тоже, тоже. Можно с ним, как с метовой пушкой бегать, нагибать очень душевно. Я считаю, Кракен прекрасен. Да, надо, кстати, поговорить о том, что у нас нерфанули некоторые пушки. Это, конечно же, СТК, гроза всего Варфейса, жопоразрывная пукана, на орбиту запускающая машина. Была пофикшена и теперь, в общем-то, ну, типа ни рыбы, ни мяса поет, но в целом крайняя плоть дяди Тараса. В общем-то, СТК большинству игроков уже неинтересно. Что касается Медика, Браунинг до сих пор в топе. Ну, мне кажется, Браунинг, в принципе, до сих пор в топе. Сейчас Панзер появится, ну и тут понятно. Я думаю, Панзер будет топ-1, это будет мета, без особых вариантов. Браунинг будет топ-2. Грибальди всё, отъехал, досвидули, забыли. Нет, теоретически можно, но, блин, он и недавно-то ваншотил не идеально, хотя неплохо. Сейчас он будет, я думаю, откровенно слаб. Автоматический пистолет Кинетик порезали, будь здоров. Сейчас он вообще неинтересный. Я думал, что в принципе он всё равно плюс-минус в Мете останется. Нет, по новой броне Сирокко пилит он совсем слабо. И, кстати, по поводу брони Сирокко. Дорогие разработчики, ну хотя бы символический, минимальный какой-то реген ей сделали. Я знаю, многие, ой, не надо реген, надо, надо, надо. Вот разработчики не понимают одной вещи. Мир, в котором они живут, мир идеального Варфейса, и то, что реально происходит там, на рейтинговых матчах, на пабликах, это как бы, ну, не одно и то же. Это не одно и то же разработчики. Поэтому не всегда можно найти инженера, который поставит коробку. Не всегда можно найти медика, который, он ещё и не выжил, этот медик, скорее всего, который тебе ХП даст или коробку поставит. И в итоге получается так, что в каких-то клатч-ситуациях бывает так. Против тебя остаётся два соперника. Два. И если они тебе в голову, допустим, не попадут, не сваншотят сразу, у тебя есть все шансы их, как бы, ну, утилизировать и победить. Но проблема в том, что у тебя нет регена. Тебе негде ХП и брони взять. Вообще нигде. Но получилось так, что весь основной замес произошёл в самом начале матча. Допустим, у тебя есть бомба. Или бомба где-то лежит. Ну, в общем, у тебя есть время. И времени много. У тебя там больше минуты, там, минута с лишним. Пожалуйста, хоть что-то ты можешь зарегенить за этот период. И потом уже вступить в бой. А так получается. Ситуация патовая. Она практически безвыходная. То есть у тебя вот столько ХП, у тебя вот столько брони. Всё. И перед тобой два противника где-то тут рядом они. Ты можешь отсидеться. Может, они не имеют информации, где ты находишься. Но у тебя нет регена. То есть тут может быть один, не знаю, там, на тысячу шанс, что ты выйдешь. И никто из них вообще никуда не попадёт. Или они тебя не увидят. Всё. Но это практически нереально. Поэтому я считаю, что Сироко надо минимальный реген хотя бы добавить. Хотя бы для вот таких ситуаций. Это реально очень нужно. Это круто. Минимальный хотя бы. Самый маленький реген у любой брони, которая будет использоваться в ПВП, быть должен. Потому что все эти рассуждения, что медики должны давать броню, инженеры, точнее, ХП, инженеры должны броню давать. Оно так не работает в жизни. Многие вообще не понимают, как играются рейтинги. Они туда заходят, блин, как поиграть в мясорубку или командный бой. И даже там на алмазах такое, на мастерах бывает. То есть люди заходят, им вообще пофиг на тиммейтах. Он пошёл, сука, мид зарашил, сдох, как бы вот. Так и бывает. В тиме рак, бежит на мид, покупайте, не бомбит. Так оно и бывает. Это очень душевная, реалистичная ситуация. Игроки самых разных игр. Варфейса, Валоранта, КС, чего угодно. Не дадут соврать. Это база. Это база, как бы. Разработчик каждой игры старается сделать так, чтобы было максимальное командное взаимодействие. Игроки об этом вообще, сука, не знают. У них вообще своя кухня, свой мир. Они играют свою игру со своими правилами. Поэтому разработчики. Идеальное было решение, когда у нас была броня с рейтином. Я не говорю большим, не говорю быстрым. Минимальный какой-то, добавьте, это будет хорошо. Это моё мнение по поводу улучшения пушек старых. По поводу введения вот этой брони. Броню надо немножко доделать. Пушки некоторые старые, которые недостаточно апнуты, надо доапать. Ну вот, допустим, Крис до уровня типа что-то там Хани Бэджера, может чуть-чуть послабее. Но чтобы было реально годно, это нужно. Кстати, на будущее сразу хочу вам сказать. Готовьте обнову, если хотите ещё онлайн поднять. С такими пушками, как. USAS-12, SAIGA-12S, SCAR-H, TYPE-97, бомбина, сука. XM-8 компакт, ACR-CQB, MCMILLAN CS5 AX-308. Ребят, если вот эти 8 пушек, хотя бы, и Glock, Glock 18C, если вы апните, это реально Warface 13, 14, там, 15 край года. Это просто мега нагиб. Я вам говорю, вот это будет онлайн по сравнению с этой обновой. Там вообще, сука, скакнёт на небеса. Так что, не упустите, Рокутагин вам не фигню рекомендует. Дорогие зрители, можете написать в комментариях. Представьте, вот эти 8 легендарных пушек вернутся. А я уверен, сука, мы заживём. Расскажи лучше, братан, как мы живём с новыми багами. Эх, Хэпчик, знаешь, на какую больную рану надавить. Да, друзья, да, да, да. С Сосо Павлиашвили, как всегда, где-то рядом, он где-то с нами всегда. Всегда заглядывает, говорит, ну чё, игроки Warface, как вы там? Ха-ха-ха. Булочки расслабили. Так что, баги. Баги, баги имеются. Багов, ну, все, наверное, знают баг на мясорубке, когда медик её выигрывает. Я даже знаю, как этот баг делается. Но говорить, конечно, я не буду. Понимаете, в чём дело? Хочу к игрокам обратиться. Вот, сука, у меня такие подписчики есть, я точно знаю. Я точно знаю. Пишут, что, ой, игра то, игра сё, чьи-то раздолбали, игра говно. Какой-нибудь вот баг я сейчас упомяну. Сейчас по-любому будут внизу, наверное, комментарии. Рокутагин, расскажи, как связаться, может, в личку? Нафиг оно тебе надо? Ты ж любишь игру, нафига ты её убиваешь? Реально, вот, игроки, реально, вот, только появляется баг, пол Варфейса идёт у ютуберов, у кого-то спрашивать, как этот баг сделать? Никак! Забудь, сука, пусть тебя забанится. Это понял? За сам факт, что ты захотел узнать, как он делается. Пусть тебя, сука, нарушитель забанят. Всё, я всё сказал. Не надо использовать баги, чипы и прочую хрень всякие. Нейросети, всякие, ну, всю эту дичь. Не надо, ребята. Это, это, эти мифические убийцы Варфейса, они же не где-то, они среди нас. Не надо их поощрять, не надо быть одним из них. И тогда Варфейс ещё долго будет жить, надеюсь. Вот. Короче, багов много. Багов хватает. Звук до сих пор, ну, звука они новую схему звуковую ещё не допилили, не доделали, поэтому её не загружали. Очень ждём, дорогие разработчики, очень ждём новую звуковую схему. Она, как никогда, нужна Варфейсу. Звук Варфейсе, честно говоря, задолбал. После обновы опять стали часто появляться моменты, они и так были, но сейчас что-то вообще, как бы, многовато. Когда ты стреляешь, звука нет, вообще ничего нет. Звук шагов нет, звука стрельбы нет. Бесит. Вот прям иногда прям звук как будто просто вырезают, его там в течение нескольких секунд нет. Вы такие моменты видели, даже у меня на видосе вот с калашом 12. Реально, ну, просто ты стреляешь, звук нет, ничего нет. Как-то всё пропало ни с того ни с сего. Это плохо. Это надо чинить, это надо фиксить однозначно. Как можно скорее. Обязательно надо фиксить. Дорогие разработчики, пожалуйста, я вас очень прошу. Будьте добры, напрягитесь. Я знаю, что, как бы, не могут все заниматься багами, потому что есть там разные задачи, разные отделы. Постарайтесь. Не знаю, кого-нибудь наймите, сука, фрилансера какого-нибудь. Пусть чинят, как могут. Привлеките, научите. Надо, надо, надо. Очень важно, чтобы в обнове как можно быстрее баги пофиксились. Тогда вот как раз наибольшее количество тех, кто вернулся, останутся. Они просто пришли, посмотрели. Ммм, помоечка? Ладно, потом зайду, когда-нибудь ещё. Нет, чтобы они остались, чтобы им нравилось. Это важно. Прямо вот обращаю, сука, заостряю ваше внимание, дорогие мои любимые разработчики. Да. Как считаешь, наша администрация на верном пути? Ты знаешь, Кэпчик, я считаю, да. Я не знаю как. То есть все говорили, что Warface о Супавляшвили, потихонечку всё, 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 как бы гудбай, амиго. Блин, удивились, серьёзно. Ну вот никто, я не думал, чё-то там. Даже вот когда обнова, сказали, что вот она, обнова скоро выйдет. Там такие некоторые ностальгировать. Я говорю, ну блин, ну ребят, ну серьёзно. Ну до 30 тысяч, ну максимум поднимется онлайн. Там 32, там, ну 30-32. А потом всё отвалится через неделю. 40 тысяч практически онлайн. Я не удивлюсь, если когда вы это видео видите, онлайн уже перевалил за 40. Ха-ха-ха. Либо упал меньше 40. Да, такое тоже может быть. Ну, к сожалению, Warface, да. Но в целом, пока что разработчики, похоже, вы нащупали вот эту ностальгическую нотку. И вот, что очень важно, надо понимать. Это как бы один из, так сказать, последних шансов. Как бы last chance, так сказать, да. Вот, вот прямо надо давить, сука, наступить прямо вот на ностальгию. Это, это прям, это работает. Вот тут вы вообще угадали. Вот теперь надо воспользоваться моментом. Знаете, в жизни каждого человека бывает, когда зашёл никто... Ой, я не это хотел сказать. В жизни каждого человека бывает много, масса, вот, моментов. Вот когда можно ухватить удачу за хвост, за яйца. Вот прямо ух. И вот этот момент надо не просрать. И таких моментов, на самом деле, много в твоей жизни. Там тебе предложили крутую работу, а ты там вафлил, короче, там, отказался, ещё что-нибудь. Ну, таких, вы знаете, ну, каждый из нас, знаешь, она там, в голове прокручивает, как в старом становится. Что, вот, надо было как-то раньше всё по-другому сделать, там, тудым-сюдым. Многие моменты, как бы, ты прокрутишься иногда. Но вообще надо эти мысли гнать, потому что, в смысле, смысл вообще переживать о том, что, как бы, вот, ты в своё время не сделал, как бы. Надо делать выводы и дальше как-то более грамотно подходить к жизни. Но, вот тут вот, разработчики, если вы сейчас правильно воспользуетесь вот этой возможностью моментом, это будет бомбина, сука. Мы вернёмся, мы откатимся по онлайну, в хорошем смысле. Мы откатимся назад, не знаю, когда, там, на год какой-нибудь, там, 19-й, 18-й, но это прям вообще супер было бы. Вряд ли, ну, хотя бы год на 20-й. Это было бы офигенно, если вот будет череда таких крупных, обалденных обнов, где будут возвращаться пушки. Вы не забывайте, что есть ещё классика. Вы можете опять апнуть, там, АК-103, обычный Крис апнуть. То есть, есть масса пушек. Бенели нова тактикала, Бенели М4. Есть масса пушек, которые являются классикой. Незабвенные варфейсы, которые помнят, которые хотят. Вы можете вернуть, переработать все миссии и карты балканские. Вернуть режим уничтожения только с одной картой. Это единственная карта, которая была там популярной. Я не знаю, зачем вырезалась вообще этот режим. Там была одна карта, она игралась даже, когда её вырезали. Это, сука, маяк, маяк, маяк карта. Балканские ПВЕ-миссии можно вернуть, переработать с новой графикой. Вот понимаете, вернуть тот самый варфейс, который люди любили. Вот эти, сука, моменты переработать, вернуть. Старые пушки, старые любимые ПВЕ-миссии балканские. Карту маяк. Вот как-то в этом можно переработать. Новую графику на карте депо сделать. Немножко геометрию изменить. Убрать вот этот пригорок второй, вот этот верхний этаж. Его, в принципе, можно убрать. Сделать карту одноэтажную. Вот более. Она и так больше части одноэтажная. Вот. Есть над чем поработать. Вы можете реально очень, очень прям большой буст онлайна варфейсу дать. Если что, можете со мной посоветоваться. Я прям... Мы можем посидеть вместе и подумать, что как сделать. Будет просто идеально. Вот вы нащупали то, то место. Ту, сука, понимаете, золотую жилу по онлайну, как вернуть игроков. Это ностальгия. Это старые пушки. Это халява. Ну, это то, что у всех есть бесплатно. Просто там, ну, прокачать их надо. Вот. И прямо вот делать как можно чаще крупные обновы, где будет там по 5, 6, 10 пушек возвращаться. Они классные. Они играбельные. Они на уровне меты. Поверьте мне. Проблем с онлайном точно тогда в варфейсе не будет. И как бы в варфейс реально, мне кажется, будет грит-агент. Может, не по теме, но ты не боишься, что в один прекрасный день Роскомнадзор начнет замедлять в варфейс. Ну, вот это, кстати, было бы прискорбно. Но, если подумать, ну, а за что в варфейсе-то замедлять? Это наша игра, духоскрепная, сука. Не посадили. Ладно. Небольшое обращение к нашим геостратегам. Дорогие наши, это уже не разработчики, это более высокий уровень. Вот вы там Ютуб замедлять, не надо Ютуб замедлять. Нормальные платформы, сука. Да, они без косяков, да, они там как бы туда-сюда полезли. Ребята, дело не в Ютубе. Вы всё равно на Рутубах в ВК-видео. Ну, вы особо не заработаете, ну, не пойдут люди. Хотите, реально, я вам скажу прям, что делать надо? Бабки будут ништяк, всё нормально, сука. Всех этих вот прямо, пиндосов. Покажем всем им, всем покажем. Короче, надо заблокировать Steam, Epic Games, Minecraft. Надо, сука, всё заблокировать. Это прям, я вам говорю, это ох, блин. Очень тема хорошая такая прям, наша. Вот просто вся страна играет. Танки, Warface. Ну ладно, Тарков ещё можем взять, так и быть. Всё, и Атомикар. Блин, это об... Даже кто-то... Ребят, при таких раскладах даже в смуту кто-то потянется. Вы представляете, какой онлайн в этих играх будет? Сколько, сука, налогов. Идеально просто. Поэтому, хочу сказать так вот. Если замедлять, то замедляйте то, что, как бы, вот, нам на пользу пойдёт. Реально на пользу. Вот. А Ютуб замедлять не надо. Ну, вообще, это не тема этого, как бы, не туда лезем, да. Мы не будем этим заниматься, короче. Всё. Всем огромное спасибо за просмотр. Работчики реально молодцы. Реально впервые хвалю. Да, к сей порой куча багов. Но это база, это база Warface. Тут никогда по-другому не было и не будет. Сокат. Какой я жирный тролль. Да, но у вас есть все шансы. Вы нащупали. Вы нащупали. Вы нащупали, вы молодцы. Я вас уважаю, как бы, вот. Впервые, сука, вы меня удивили прямо на стопах. Прямо вот реально удивили. И я надеюсь, вы продолжите этим заниматься и дальше.